Все мы знаем, что если случилось ЧП, то нужно звонить пожарным в полицию или скорую помощь по обстоятельствам. Но если бедствие серьезное, то плечом к плечу со всеми специалистами начинают работу те, для кого спасение человека не просто зов сердца, но и основная часть должностной инструкции. Это члены аварийно-спасательных отрядов. На территории Славянского района расположены сразу два спасательных отряда – муниципальный и краевой спасательный отряд «Кубань-Спас», который 1 марта отмечает свое 15-летие. В глубине станицы Анастасиевской стоит небольшое здание. Рядом с ним спецтехника, на бортах которой красуется гордая надпись «Кубань-Спас». Славянский спасательный отряд в составе «Кубань-Спас» появился четыре года назад. Его дислокация у нас была вызвана тем, что после присоединения Крыма в этом направлении возросло количество машин. А расположение в Анастасиевской позволяет спасателям в случае необходимости оперативно добираться на места чрезвычайных происшествий. В славянском отряде состоит 30 человек, из них 23 – аттестованных спасателя разных категорий. В основном это специалисты, которые уже работали в других спасательных службах. «Люди, которые пришли сюда, они, ну как вот говорят, не по объявлению пришли, а по призванию. Потому что, ну, спасатель – это как бы такая специфическая работа. Потому что, ну как, видеть искореженные судьбы людей – это, ну, не каждому дано переступить этот порог. И когда я создавал сосудовский отряд, я как бы набирал людей, ну, смотрел на них по физической подготовке. И в течение года смотрел, как они себя будут к этому. Ну, и теперь понял, что люди пришли именно по призванию». Стать спасателем несложно. Для этого надо иметь полное среднее образование, хорошую физическую форму, пройти профессиональную подготовку и каждые три года подтверждать или повышать её. Для того, чтобы успешно сдать нормативы, в штабе отряда оборудован спортзал, класс, есть комната отдыха. «Начинали мы спасателя, многие из нас, когда ещё не знали, что такое спасатель. В принципе, смотрели мультики Чип и Дэйл. Когда не было у нас ещё формы, не было техники, выезжали, грубо говоря, в свои куртки домашние, в галошек, ну, я так вот рирую, вот, и на своём транспорте. А со временем это как бы министерство очень молодое, вот, из всех остальных. И, в принципе, произошла глобальная модернизация, мы получили вот и форму, и техника. Конечно, мы не думали. А те ребята, которые пришли позже уже с армией, естественно, это престижно быть спасателем. Ну, и у нас уже у многих дети, дети, глядя на нас, естественно, уже, если сыновья, они уже мечтают быть спасателем, если это дочки, они уже хотят быть медиками, в общем, глядя на нас». Серьёзной помощью для людей этой нелёгкой профессии является оборудование, которое позволяет работать быстро и качественно. На касках спасателей закреплены небольшие видеокамеры, которые записывают каждый шаг специалиста. «Моя семья ехала на море с Екатеринбурга, вот, и мужчина был тяжёлый. Когда мы его проводили в комплексе реанимационном, вот, у него пропало золото. Через пару недель вызвали меня, как старшего в следственный комитет, вот так и так. Конечно, это неприятно, вот, но, как бы, камера всё это доказала, что мы ничего этого не брали. Так что, жизнь у нас такая. Редко кто говорит нам спасибо, в основном мы к этому уже привыкли. Как утверждают спасатели, к работе в условиях постоянного стресса быстро привыкаешь. Но к одному привыкнуть невозможно – к страданиям людей, потерявших своих близких. Крупные пожары, аварии техногенного характера, спасение на воде и в горах – наши спасатели могут всё. Каждый из них – специалист как минимум по 10 направлениям, от тракториста до подрывника. За 4 года работы Славянского отделения «Кубань-Спас» наши спасатели выезжали на 294 вызова. В них было спасено 307 человек и 22 ребёнка. Спасатели говорят, что у них работа не тяжёлая, но в это верится с трудом, когда пытаешься поднять вот такой вот стандартный рюкзак спасателя, с которым он может в автономном режиме прожить до трёх суток. В среднем такой рюкзак весит 20 килограммов, в зависимости от массы тела его обладателя. И с этим грузом на плечах часто приходится проходить не один километр. Работа спасателя имеет свои особенности. Заступив на суточное дежурство, они должны быть всегда в боевой готовности. Всего две минуты даётся спасателям для того, чтобы выехать на место происшествия после получения звонка. Ведь в случае серьёзных аварий, взрывов газа, пожаров, ценой опозданий становится человеческая жизнь. И всё же каждый из них любит свою профессию и гордится тем, что носит звание спасатель. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова